Бэби-бум через 2-3 года потребует большее количество врачей и педагогов, которые сегодня сокращаются, садиков и так далее. И в этом смысле у нас в стране отсутствует после распада СССР социально-демографическое, стратегическое планирование. Кстати, та же ситуация была в 90-х годах, когда все с удовольствием приватизировали садики, делали из них офисы. И все предупреждения и демографов, и социальных работников о том, что, ребята, ну ведь будет так или иначе некий рост новой волны рождаемости, и детям будет некуда идти в садики, никто попросту не слушал. Вот эти все сегодня бодрые рапорты о том, что мы введем новые садики, рекведируем проблему, эти все рапорты запоздали на 10-15 лет. То же самое будет сегодня с уничтожением сети, учреждений здравоохранения, учреждений образования. Пройдет еще 20, 30, даже 50 лет. Будем надеяться, что рождаемость все-таки повысится. И куда все эти новые дети пойдут? В какие детские сады? В какие школы? В какие поликлиники? В какие институты? Я напомню, во многих городах до сих пор дети ходят в школы, построенные еще в конце 30-х. Но эти здания сейчас после укрупнения тоже разрушают, а участки, где они стояли, продают. Тоже происходит и с другими образовательными медицинскими учреждениями, а на их месте возникают торговые центры и офисные здания. Планировщики или те, кто сегодня экономит на учреждениях социальной сферы и на этой сети самой, самые ценные, это инфраструктура и сеть, это, конечно, люди, которые реализуют, имеющие социально-экономическую модель, если хотите, это модель самоубийства страны, это модель, которая уничтожает все. Спасибо.